Готовим блинчики на молоке. Итак, вот я взяла емкость и начинаю туда вбивать наши яйца. И начинаем взбивать наши яйца до однородной массы, и все, что получилось у нас с пеночкой. Вот, смотрите, у нас пеночка получилась. Теперь мы берем соль. Добавляем чуть меньше чайной ложки. И теперь сахар. Кто сколько любит, я люблю не очень сладкие, поэтому я беру две столовые ложки сахара. Так, и хорошо взбиваем. Теперь я буду добавлять муку. Буду брать столовой ложкой. Я пока немножко добавлю. Там, если что, еще добавлю. Тесто у нас должно получиться как густая сметана. Видите, как она у нас красивая, но надо еще муку. Я все, наверное, буду высыпать. У меня здесь было 400 грамм муки. И снова взбиваем. Вы видите, у нас получилось как густая сметана. Теперь мы будем добавлять наше молоко. Молоко должно быть комнатной температуры. Если молоко будет холодно, оно может взять комочками. Выливаем ой. Всё. И перемешиваем. Хорошо перемешали. Теперь мы будем добавлять посолнышное масло. Нам понадобится 2 столовые ложки посолнышного масла. Это для того, чтобы в дальнейшем, когда мы будем жарить, нам не надо было смазать сковородку. И чтоб они хорошо у нас снимались. И еще раз перемешаем. Наше тесто готово. Как проверить наше тесто? Берем обычный половник и проверяем. Наше тесто должно получиться, как жидкая сметана. Я смотрю, у меня слишком жидковатое тесто получилось. Я еще добавлю муки. Я еще добавила 100 грамм муки. И снова перемешиваем. И снова проверяем наше тесто. Сейчас оно уже стало получше. Теперь наше тесто готово. Мы его теперь должны отложить на 30 минут в сторонку. Так как я буду делать блинчики с творогом, мне понадобится сделать начинку. Итак, я беру 300-400 грамм творога, одно яйцо и сахар. Все это вместе я перемешиваю до однородной массы. Тесто у меня должно получиться, начинка у меня должна получиться сладкой. Сейчас мы перемешиваем. В творог можно положить изюм. А я делаю без изюма. И по желанию, кто хочет, может добавить ваниль. Ваниль. Так, чтобы у меня все вылетает, я буду добавлять ванильку. Так, чтобы творог был вкуснее. И снова все хорошо перемешиваем. Все. Наша начинка для блинчиков готова. Наша сковородка нагрелась. Теперь мы берем черпачком, наливаем тесто на середину сковородки. И распределяем, чтобы у нас получилось тесто. Вот таким образом. Вот оно у нас уже подрумянилось. Можно переворачивать его. Вот так. Сильно зажарить его не надо. Он должен быть такой бледно-бледно-золотистый. Все. Наш блинчик пожарился. Теперь мы его снимаем. Вот такой у нас красивенький лыж. Пока тот блинчик я положила, наливаем следующий. Немножко дырочки у нас вошли. Пока он жарится, мы берем нашу начинку и кладем сюда. Много не надо ложить, немножко вот так буквально. И складываем конвертиком. Вот так и образно. Готовый блинчик мы складываем на соседнюю тарелочку. Все. Наш второй блинчик подрумянился. Переворачиваем. Вот такие у нас получились блинчики. Но при этом еще у нас осталось очень много теста. Спасибо, что смотрели со мной мое видео. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Ольга Лунгу. Приятного аппетита!